С Верой в спорт Подтвердил Иван Сабанцев Руководитель клуба ВИАТГУ Здравствуйте Иван Добрый день Итак туристический сезон Что это такое Поговорим об этом сегодня О тех мероприятиях О тех туристических активностях Которыми можно заняться как самостоятельно Так и под присмотром опытных инструкторов Собственно сегодня мы эту тему подробно и разбираем Итак Иван Открытие туристического сезона Когда мы понимаем что он открыт И что мы можем с этим сделать Ну по большому счету можно сказать Что мы его не закрываем Потому что зимой мы тоже ходим в походы Сейчас мы в соревнованиях Сейчас можно так сказать По большому счету открытие водного сезона Ну и в какой-то мере уже пешеходного Река вскрывается Да реки сейчас маленькие уже начинают вскрываться Кто-то уже выходит на первые тренировки По водному туризму Какие-то уже маленькие походики Готовятся Выйти уже на более длительные походы На майские праздники Кто-то едет на соревнования Кто-то идет в поход В общем уже жизнь начинает более активно Да наверняка многие заметили Что все более и более популярным становятся Вот именно такие туристические виды спорта Как Иван уже отметил Это и пешеходные маршруты Водные сплавы И скалолазание Это очень здорово Это приближает к природе Да это дает нам почувствовать Где мы все-таки живем Что это не только каменные джунгли Что это на самом деле что-то живое Настоящее Реальное Да с реальными опасностями Кстати говоря и угрозами Да об этом тоже сегодня еще поговорим Итак Важное событие состоится В этом месяце 28 апреля Это событие называется Приключенческая гонка ВИАТГУ Иван расскажите Что это такое Ну Кратенько То есть Это у нас Небольшие такие соревнования По спортивному туризму На комбинированной дистанции На которых команде Будет на старте выдана Карта На которой у них будут Указаны определенные Контрольные этапы И После выдачи карты Команде Будет выдана Точнее можно сказать Как какой-то Маршрутный лист У них уже есть Ну давайте То есть Команде будет выдана карта Определенное время Они ее изучают Потом им дается старт И они уже Начинают работу на дистанцию То есть Они должны сориентироваться На местности Найти ближайший Контрольный пункт Потом Найти С помощью него Технические этапы И там уже пройти его То есть Там на гонке Будут различные Технические этапы Это То есть И работа с веревками То есть Различные веревочные этапы Это различные переправы Подъемы Спуски по вертикали Также у нас Будет скалолазание Переправа на байдарках Ну и некоторые другие этапы Да Но все эти этапы Мы еще чуть позже обсудим Потому что Каждый из них Имеет свою уникальную особенность И задействует Совершенно Различные навыки Вятская Швейцарь Это скалы на реке Немда Одно из красивейших мест в области Старт у нас в этом году В районе деревни Долбилова будет Соответственно Там будет располагаться Штаб Гонты Какие там будут Судейский лагерь Лагерь участников Соответственно Если будут желающие Мы можем им выдать Копии карты Они могут пройтись По дистанции Посмотреть Как там команды На ней работают Ну и соответственно Погулять В очень красивых местах В очень красивых местах Да на самом деле Скалы прекраснейшие Очень красивый вид Открывается Если туда забраться Наверх Я там была В прошлом году Подтверждаю Через Получается Переправу Там Большой Такой площадка Открытая поляна За ней лес Так вот В этом лесу Согласно преданиям Да находится капище Это древнее Такое место Жертвоприношения Там Очень интересно Очень красиво Но Обязательно Рекомендуем Проконсультироваться С всевозможными экспертами Потому что Во-первых Клещи Во-вторых На самом деле Место очень Такое Обрядовое И важное И нужно себя Там по особенному Вести Поэтому Обращаем внимание Всех Кто хочет Туда поехать Да и Насколько я знаю 16 плюс У нас ограничение По возрасту То есть Участники Старше 16 лет Должны быть Да Да Старше 16 лет Как бы С разрешения родителей Обязательно С разрешения родителей Либо Либо старше Главным образом Конечно же Это мероприятие Для студентов Сотрудников ФИАТГУ Но В этом году Насколько я знаю Да Иван Рассказал Что Подключаются Все желающие У нас Уже давно В открытом формате Проводится Конечно Основная команда ФИАТГУ Но Также активная Молодежь С города Очень Участвует В принципе Каждый год С различных Турклубов И организации Команды Присутствуют Занимают места Даже Так что В принципе То есть И турклубы И организации Да Какие-то коммерческие Компании Города Кирова Ну Не то же Просто Там Например С какой-то Организацией Ребята Интересуются Активным Видом отдыха Например Собрали команду Тем более Всего два человека И участвуют То есть А два человека Здорово То есть Совершенно Любого знакомого Который более-менее Имеет какие-то Физические навыки Можно взять С собой Там Главное Более-менее Физическая подготовка Была Чтобы хотя бы Активно двигаться В течение дня Можно было Ну и Как бы Желание Преодолевать Препятствия То есть Там Даже нет Опыта В принципе На всех технических Этапах У нас Инструктора Судьи стоят Они Всегда Посоветуют Помогут Как Преодолевать Данный этап Как Там Работать Со снаряжением То есть Всегда Бывают Команды Которые В первый раз Делают Но В принципе Более-менее Справляются И Можно Съездить И посмотреть И Себе Поставить Цель В следующем Году Как минимум Пройти Препятствия Все Как максимум Победить Вы Помянули Что Инструктора Стоят На каждом Из этапов Кто Эти люди Какие Навыки Они имеют Какие возможности Как они Гарантируют Нашу безопасность Это у нас Волонтирует Часть Это у нас Студенты Кто уже Не первый год У нас в турклубе Занимается Соответственно Они уже В свои годы Когда-то Они у нас Участвовали Тоже как Новичками В этой гонке Потом У них уже Уровень вырос Им уже Не так интересно Участвовать Потому что В принципе Мы делаем доступную гонку Для всех Там народ уже В более серьезных Соревнованиях Поэтому они уже Нам помогают Ставить этапы И соответственно Отслуживать Они уже там Умеют и страховать И работают С веревкой Со специальным Олимпинистским С туристским Снаряжением Есть волонтеры Соответственно Уже кто у нас Вуз закончил Но все равно Продолжает помогать Волонтеры Там с федерации Туризма Тоже Присутствует Помогаю Так что Ну как бы У нас Для Кто занимается Туризмом Достаточно заметно События Там Многие подтягиваются Кто помочь Провести Кто поучаствовать Конечно На следующем году В хорошей компании Всегда это милое дело Ну кстати говоря Иван сам Как он мне рассказал Является сотрудником Да То есть Организовывать Туры Да И подобные мероприятия Это не главная Его деятельность Правда Иван Ну да Это у меня как бы Общественная деятельность При ВАДГУ Но тем не менее Мы стараемся С студентами работать Проводить Различные мероприятия А так Иван является инженером Да Вы работаете В ВАДГУ Да я работаю Инженером на кафедре Поэтому если где-то Карабин заклинит Если где-то Нужно просчитать Силу Да С которой нужно Грести Чтобы преодолеть Водные препятствия Иван это сможет Помочь делать Правда Ну там Некто Достаточно Этапы Не просто На самом деле Остались С точки зрения Безопасности Чтобы все было Четко Поэтому как бы Инженерные навыки Там помогают Вот давайте Теперь про этапы И поговорим Насколько я поняла Карты у команд Всех будут разные Соответственно Нет Ну карта Почему она Последовательность Выполнение заданий На виду Ну скорее всего Вот она немножко Разбита Нитка Одни команды Пойдут Как бы В одну сторону По дистанции Друге в другую Чтобы мы успели За день команда Отработать Там Ну и потом Это все Дело Снять Свести Посчитать Снять Успеть Да И выявить лучших Итак Давайте начнем С водных Преград Водные виды Спорта Будем так называть То что будет происходить На Байдарках Вот да Переправа через реку На Байдарках В принципе там тоже Будут судьи Учитывая сильное течение Которое ожидается В конце апреля месяца На реке Немда Ну там в принципе Как бы не горная река Более-менее Там Мы не ставим В самых сложных местах Дистанцию где-то Да я накаляю Ваши Чтобы было интереснее Ну в принципе Кто первый раз Садится в Байдарку Им впечатлений хватит Конечно Ну кто первый раз Это просто невероятное ощущение Потому что Когда садишься в Байдарку По себе помню Когда ты сидишь В этой вот Как бы Тоненькой такой вот лодочке Которая От воды тебя ограждает Буквально там Несколько сантиметров В лучшем случае И какой-то там Металлический каркасик Это Это дорогой у вас стоит Когда ты плывешь по реке По огромной По широкой Это здорово Поэтому всем рекомендуем Итак Переправа через реку То есть пересечь Ее нужно Сидя в Байдарке Вдвоем Ну там вот как бы Как раз и судья присутствовать В Байдарке Он контролирует ситуацию И мало ли И мало ли помочь Спасти Но в принципе просто Это здорово Потому что в одну сторону Как бы участники Сами переплывают Потом надо Байдарку Возвращать на другой берег Так что судья там Он и контролирует Ситуацию Там Отслуживает команду И потом возвращает Да Байдарку на другой берег Это здорово Это на самом деле Добавляет уверенности Значительно Байдарки Все приспособления Вот мы не сказали Участникам выдаются Насколько я Да у нас все снаряжение В принципе на гонке Это из клубного фонда Мы предоставляем На этапах Ну кто как бы Бежит на результат Они обычно Свое снаряжение берут Ну там например Системы Каски Там карабины Еще там И другое Специальное снаряжение Но в принципе Как бы Мы специально делаем так Потому что Ну у многих Нету Специального снаряжения Людей И соответственно Чтобы они это могли Попробовать У нас на всех этапах Снаряжение лежит И там команды Которые без снаряжения Они пользуются Судейственным снаряжением При прохождении этапов На самом деле План-то прекрасный То есть заманить Таким образом Простых Беззащитных граждан Города Кирова И Сделают так Чтобы потом Они от спорта Не смогли оторваться И все время Потом Сположились на байдарках На самом деле Затягивает очень сильно Кроме того Помимо пересечения реки Переправы У вас еще указаны Водные препятствия Что это? Ну я не буду Все раскрывать Чтобы сохранить интригу Потому что у нас Бывают и секретные этапы И различные То есть как бы Ну давайте не все Но так вот Тихонечко расскажем Ну в какие-то годы Например Мы делаем переправу На ватрушках Там через небольшие речки То есть там Достаточно забавно Некоторые Там умудряются выпасть Поплавать там Уже там Спожреть и так далее Так что Водичка Тепленькая будет Водичка Ну не очень тепленькая Но как бы Если потом интенсивно двигаться То в принципе Все высыхает там К концу дистанции Там не интенсивно Не получится Ну как бы Лучше двигаться Чем это То есть в этом случае Водные преграды Это что у вас заявлено В программе Это вот такая Получается Непонятно что Но что-то очень интересное Очень спортивное И может быть Даже забавное Кому-то Да Мы все этапы Стараемся ставить На реальном То есть рельефе И на реальной местности Тепленькой бы Они были Не для галочки А именно Чтобы надо Что-то было преодолеть То есть где-то Где-то забраться Где-то там На равновесие И так далее Где-то там На координацию Плывем дальше Дальше у нас По плану Скалолазание Это тоже довольно Очень обширная Очень интересная тема Там есть Где полазать Там скалы Очень красивые Отвесные Ну замечательная площадка И довольно-таки Ровная И удобная Для Очень разного уровня Спортсменов Очень разного уровня Подготовки Не только спортсменов Но и любителей Расскажите Как здесь будет Этап происходить Ну соответственно У нас будут Отмаркированы Неопходимые трассы Там навешана Судейская страховка На них И команда Пришедшая на этап Им вот При необходимости Выдана система И им надо будет За определенное время Пролезть в определенный маршрут Ну страховка Будет соответственно Осуществляться Судьями То есть Пролезть на определенную высоту Ну да Как-то дотронуться До какой-то там точки Ну там Обычно идет По-простому То есть До карабина Там страховочная карабина Судья фиксирует Да Судья фиксирует Время Что ли там Что ли Вот на зачет Они пролезли там Все Молодцы И отправляются Дальше по пути И дальше Нас ждет Ориентирование Ну ориентирование Это фактически Вся дистанция Это ориентирование То есть Надо находить И просто контрольные Пункты И находить технические этапы Которые Соответственно Надо преодолевать То есть Это умение ориентироваться По карте Которая будет выдано Да Определять Где я нахожусь С какой стороны река С какой стороны растет мох Не ну Находить оптимальные Пути движения Потому что Прямой путь Это не всегда Оптимальный путь До этапа Или до КП Есть еще интересное слово У вас в программе Которая называется Slackline Если я правильно Это произношу Что это? Правильно Ну как бы Это сейчас достаточно Популярная тема Такая Там Особенно У скалолазов Это хождение По натянутой стропе Стропа Это Толстая такая веревочка Ну Она широка Широк Ну вот например Как там Буксировочные тросы Что-то такое Примерно там 50-60 миллиметров То есть Мы над каким-то Рельефом На высоте Там Ну От 6 метров И выше Например Натягиваем ее Ну Ну как бы Выше 6 метров Бывает И еще выше Натягиваем Зависит от Рельефа подходящего Соответственно Натягиваем Сам Slackline Натягиваем Там Страховку Над ним Но обычно Так как Страховка одна будет? Не ну Страховочная линия одна Соответственно Там Проходят Она сверху И карабин И там сверху Да идет Ну так как На самом деле Это Без подготовки Очень Трудно Проходить Обычно Мы Там добавляем Или идет Дополнительные перила Какие-то За которые Придерживаются Еще веревочки Либо там Веревочка Так называемый Горизонтальный маятник То есть там Немножко Отнесенная По горизонтали Там Отходится Точка опоры Туда привязывается Веревка И вот Придерживаясь За веревку Надо преодолевать Slackline То есть это Как бы Значительно Упрощает дело С одной стороны Ну как бы Кто эти Ну не сказала бы Что значительно Ну как бы Кому как Более-менее Хотя бы Половина команд Все равно проходит Половина команды Кто-то проходит Кто-то не проходит Но как бы Там На равновесие Достаточно Надо поработать Ну и психологически Некоторым просто Когда там Внизу там Например Водопад Или еще что-нибудь Такое Ой как здорово Некоторым тяжело Вот Навернолинчик Нервы-то себе Пощекотать Ножки трясутся Веревочка трясется Ну да Ну конечно Без перил Мне кажется Это будет очень сложно Это будет очень экстремально И очень интересно Для тех Кто работает Много и в офисе И головой Это наверное Будет просто потрясающий Экспириенс такой Да Потрясающий опыт Чтобы отдохнуть На самом деле Отвлечься от всего Что происходит вокруг И думать только Об этой вот тоненькой веревочке По которой ты идешь Должны дойти И веревочные этапы Еще какие-то Да у вас будут Насколько я понимаю Ну там Будут скорее всего Там где-то надо будет Подняться По веревке С использованием Там зажимов Где-то спуститься То есть Ну там уже Такие Которые И в походах Применяются Или в восхождениях Этапы Ну как бы они Максимально упрощенные Там Но тем не менее Поработать надо Ну тоже В принципе Любой человек Это сможет сделать Да Мы стараемся Чтобы Большинство участников Смогли их преодолеть Там конечно Где-то уж Совсем У физических не хватает Может у кого-то Не получится Но тем не менее Как бы Нужно попробовать И потом это Поработать Над физической формой Ну и над техническими Приемами исполнения Вот тоже важно Посмотреть Что не получается Что потом Можно было Переделать шанс У всех есть Еще раз ездить Насколько я понимаю Как будут проводиться Зачеты Это будет Все в едином зачете Команды будут Участвовать Нет У нас Три зачета То есть у нас Это Смешанные команды Мужские команды И женские команды Соответственно У нас будут Три зачета По По возрастному Никакой разницы Не будет По возрасту Нет Ну как бы У нас Там народ Наверное старше Это сорока лет Наверное Никто и не бегал Но в принципе Там это Ну почему бы и нет В будущем У нас же активные Долголесия В принципе Это там Для всех Кто более-менее Активно Может Хотя бы Передвигаться По пересеченной местности Там для всех желающих Она доступна Так что Так и народ Всякий Бывает Там некоторые 80 лет На Авере Восходят Да А призы Подарки Какие-то Ожидаются Ну Призы Мы конечно Постараемся Сейчас Еще продолжается Поиск спонсоров И партнеров Ну Обязательно Что-нибудь Победившим Командам Занявшим Места Мы предоставим Ну так что Уважаемые спонсоры И партнеры Пожалуйста Подключайтесь Можете Поучаствовать Сами Да Если Найдутся для вас места И конечно же Предоставить подарки А сколько всего человек Будет участвовать В этом году Ну Сейчас у нас 42 заявки То есть это 84 человека Почти 100 человек Да ну плюс судей Ну в общем Соточка получается Ну там С судьями Это уже да За сотню перевалит За сотню перевалит Отлично И давайте тогда Сразу уже скажем Тем Кто расстроился Услышав о том Что набор Команд закончен Когда можно Подавать заявки На следующий год Нет Ну в этом году Мы за месяц До старта Открыли Соответственно Заяв Ну Электронную регистрацию Команд То есть И в этом году Достаточно активно Начали Мы не ожидали Что так было Много заявок Обычно поменьше И как бы Там Такое количество Набираться уже Ближе Прям Там уже К самим соревнованиям Значит народ Очень активно Стал заявляться Что ли еще будет Поэтому в следующем году Как только на календаре Появится надпись Весна Сразу же Берем Быстро Заходим Ищем Ребят Еще раз Напомню Что это называется Приключенческая гонка ВИАТГУ И я надеюсь Иван позволит Это зарегистрироваться Вот в этот раз Давайте Иван Расскажем О том Для тех Кто участвует В этом году Кому посчастливилось И стать участником Этой гонки Кто планирует В следующие годы Принять участие И вообще Для тех Кто ходит в походы И занимается скалолазанием Как готовиться К данному мероприятию Физически Во-первых Ну физически Как бы Готовиться Лучше начинать Как бы Не там Лучше не заканчивается Все временно Во-первых Это в деле Да Постоянно Потому что на самом деле Эти же То есть работа С веревкой Там Скалолазание Если ты этим Не занимаешься Хотя бы там Один-два раза в неделю Эти навыки Быстро Утрачиваются Достаточно Особенно у тебя Как бы Если ты с этим Не работаешь Постоянно То есть Во-первых Утрачиваются Технические навыки Физическая форма Тоже достаточно В скалолазание Быстро падать Если ты им Постоянно Не занимаешься То есть Если хочешь Как бы Каких-то Добиваться Результатов Надо постоянно Тренироваться Давайте на скалолазание Чуточку подробнее Становимся Да Зафира вам Рассказывала Что мы Эту тему Затрагивали У нас в гостях Был снежный Барс Даже Давайте Расскажем Зачем Для чего Нужно Скалолазание Какую Какие преимущества Дает физической Форме человека Его телосложению Мышечной активности Для чего Это нужно Ну скалолазание Вообще Сложен Скоординированный Вид спорта То есть Там Нагрузка Идет Практически На все Группы мышц В принципе Полезно Также Развивать Координацию Движений Соответственно Какая-то Психологическая Составляющая То есть Например Народ Обычно Начинает Обычно Приходит Начинает Лазать С верхней Страховкой Когда У тебя Точки Страховки Выше Там В принципе Срываться Не страшно Но Большинству Все равно Нормально Люди Все боятся Высоты Поэтому Опасаются Постепенно Народ Потом Переходит Начинает Более-менее Серьезно Наниматься Отлазание С нижней Страховкой То есть Когда Тебе надо Вылезти Выше Точки Страховки Например Сделать Точку Щелкнуть Следующую Точку Страховки И так Дальше То есть Там уже При строении Можно пролететь Сколько-то метров В зависимости Как Как ты Сорвался То есть Там уже Надо Иметь Достаточно Стабильную Так сказать Психику Чтобы Лазать Особенно Не в зале Где там И внизу Матый И там Пробито Все Как бы Специально Выверенные Расстояния Потому что На реальном Рельефе Там Как бы Всякое Было Где-то Неудобно Было Там Дождик На маршруте Пошел А ты Еще Вылазить Две Веревки Как бы Всякое Может быть Но Скалолазание В принципе Так Можно сказать Заклят Дух и тело Наверняка Вот как Вы говорите При переходе Психологической Сверхней Страховки На нижнюю Если правильно Это говорю Уже Вырабатывается Психологический Навык Что Ничего Все хорошо Я справлюсь Ну да Надо преодолевать Себя То есть Свои страхи И главное Не смотреть вниз Когда только начинаешь Или можно Но я бы не сказал У всех Как-то по-разному Это влияет Кто-то боится Вниз смотреть Кто-то не боится Кому-то просто Ну как бы Страшно было Движение делать То есть Переносить там Точку упора И все Группы мышц Развиваются В том числе Пальчики Ну пальцы Там в принципе Да Если как бы Уже там Лазать более Сложной трассой Там пальцем Надо большое Внимание уделять Потому что Бывают Очень маленькие Зацепочки Там неудобные Для девчонок Никакого маникюра Ну маникюр На самом деле Да мешает Некоторые Как-то там Пытаются совмещать Но как бы Если серьезно Заниматься Склазанием То придется Чем-то жертвовать То о длинных Ногцах Можно забыть Но зато Прекрасная фигура Сильные Крепкие Ноги и руки Обеспечены Да И конечно же Психологический момент О котором Иван уже рассказал О том Что Есть стимул Преодолевать И человек просто Берет и преодолевает А еще Какие подготовки Да Кстати Про скалолазание С какими Тренировками Это лучше совмещать Там какие-то Кардионагрузки Наверняка нужны Ну Кардионагрузки Соответственно Если Вы хотите Бегать Ориентирование То вы должны Хотя бы Просто бегать Для начала А во-вторых Можно же То есть У нас как бы Ориентирование Оно такое В принципе Не сложно Она просто Ну как бы Достаточно длительная дистанция То есть На самом деле Есть У нас Проводятся Активные Соревнования Именно по Спортивному Ориентированию То есть Можно в них Попробовать Участвовать То есть Они достаточно Интересны Это не просто Бег на время То есть Надо за время Тоже Пройти Собрать Определенное Количество Контрольных Пунктов Ну У кого Там Не получается То можно Хотя бы Просто Бегать Где-то Зимой На лыжах Хорошо Летом Просто так Можно на велосипеде Поездить Там Ну По Плаванием Хотя бы Заняться Спортивно Ориентироваться Можно на всем Что движется Ну В принципе Сейчас Эта тема Тоже Очень популярна Сейчас есть Там и велоориентирование Лыжное ориентирование По маркировке Это уже Тоже Многие годы Уже проводятся Традиционно Да Так что Да Наши кировские ребята Даже занимают Очень хорошие места Насколько я помню На всероссийских этапах Хорошо выступают Ну Народ у нас Ориентировщики Достаточно сильно Они выезжают Там В принципе Кто-то и на велоориентирование Там Хорошо выступают Кто-то в классике Насколько занятия В тренажерном зале Помогают Или не помогают Для тех Кто хочет Вот заниматься Туризмом То есть Скалолазание Водные Вот эти вот Преграды Преодолевания Эти веревочные Задания Ну это как бы Тут я бы Тренажерный Он Так сказать Я бы не сказал Сильно подходящий Там Да Можно прорабатывать Идельную группу мышц Но как бы На общую выносливость Там Трудно тренироваться Все равно надо бегать То есть Ну Кроссфит В принципе Самое наверное Такое близкое Хотя бы Ну общую форму Поддерживать Но все равно Надо бы бегать Добавлять бег Обязательно То есть Для тех Кто хочет Преуспеть В туризме Кроссфит Плюс бег Залог того Что вы хоть Что-то сможете сделать Ну да Элементарно Идем дальше Значит Про награды Мы поговорили Вот еще Важный вопрос К раскололазанию Мы с вами Проговорили Насколько это Важно и здорово Но забыли сказать Что у ВетГУ Опять таки В чем преимущество Студентов И сотрудников Ветского госуниверситета То что у них есть Замечательный скалодром У них У вас Есть замечательный скалодром У нас есть скалодром Да Куда в принципе Все желающие Могут приходить Заниматься Ну за Естественно По определенной плате Да Такса везде установлена Но такой скалодром есть И он насколько я знаю Очень хороший Ну скалодром у нас В принципе Неплохой Да Мы его построили По гранту Министерства образования В свое время Так что Он отвечает Всем нормативам Замечательный скалодром У нас серьезная организация Да У нас там все Как бы Даже все бумаги Проекты И все И хорошие спортсмены Тренируются И показывают Прекраснейшие результаты Именно на этом скалодроме Ну у нас больше Студенты тренируются Потому что Как бы В принципе То совсем уж профессионально Занимаются Они там Тренируются Кто-то на родине Кто-то на цеме Например Но в принципе Мы-то стараемся Более массовым Заниматься спортом То есть Чтобы все студенты Могли Умели возможность И хотя бы попробовать А кому понравится То пожалуйста Ходите Занимайтесь Уже Может работать Над своим уровнем Какие мероприятия Еще ожидаются Вот по вашей По вашей ветке В этом году В этом сезоне Ну соответственно На масте Мы планируем Куда-нибудь Водный поход Уже пойти Потом у студентов Где-то начнется сессия Ну там Вот Потом слет Дорогами истории Областной Постараемся поучаствовать В августе Мы уже планируем Либо альп сборы Провести клубные Либо скалолазные сборы Где-то Соответственно Ну куда-нибудь Выехать В какую-нибудь Уже Более-менее Крупную горную систему Там Это куда например Ну Традиционно Мы ездим на Кавказ Как-то были в Киргизии В том году Были в Крыму Вот не знаю В этом году Планируем Что может быть На Алтай Поедем Очень здорово И насколько понимаете Все мероприятия Студентов и сотрудников Да В принципе Там любой желающий Может присоединиться Где-то Если мы гранты Выиграем Студентам Бывает там Что-то даже Компенсироваться Например Проезд Соответственно Снаряжение у нас Тоже есть Закуплено Тоже по грантам И предоставляем Так что у нас Для студентов Достаточно неплохие Возможности Для занятия И спортивным туризмом И альпинизмом И скалазованием В УЗИ есть Так что студенты Берите на заметку И все желающие Вы сказали Что тоже могут Присоединиться Ну в принципе Почему бы Не от нас Постоянно Выезжают Например Наши выпускники Которые уже Более серьезно Занимаются Просто Большие компании Интереснее ехать Там у нас Конечно С гитларами С палатками Класс Одно отделение Там например И новички едут Кто-то уже поопытнее Там Может Свой мини-лагерь Там Получаться Всех поддержите Да Всех Мы стараемся Научить Развивать Что Что альпинизм Что спортивный Туризм Отлично Ну что Все Записали себе Что во-первых В следующем году Регистрируемся На приключенческую Гонку ВятГУ Иван Как можно найти Вашу организацию Как с вами Можно связаться Нет У нас есть Страничка Вконтакте Там Adventure Adventure Race ВятГУ То есть Можно просто Приключенческая Гонка ВятГУ Забить Без проблем Найти Да Поэтому Все присоединяйтесь Всем хорошей погоды На выходных Чтобы все Туризмские Маршруты Складывались Хорошо Успешно Только с Хорошими Приключениями С прекрасным Опытом Это была Программа Сфера Спорт Сегодня С Иваном Сабанцевым Руководителем Клуба ВятГУ Буревестник Мы говорили Об открытии Скажем так В кавычках Туризмского Сезона Который Никогда Не прекращается О мероприятии Да И всем Хороших Открытий До свидания До свидания С верой В спорт